всем привет друзья ну что видео из санкт-петербурга продолжается в общем мы заселились наши апартаменты обзор пока не снимали но обязательно попозже снимем и вот сюда вставим так ребята у нас в общем осталось 20 минут до выселения из номера и я вспомнила что мы не сняли для вас обзор сейчас по быстренько снимем по быстренько но как всегда максимально тесно сразу скажу что у апартаментов вообще вот это апартаменты которых мы остановились эта сеть апартаментов мы не раз уже у них останавливались и в общем обычно все более-менее и у этого номера я сразу скажу есть много плюсов да мы находимся прямо в шаговой доступности от дневского проспекта площади восстания буквально два дома вот если находимся в центре города у нас есть собственный санузел у нас есть собственный кухонный уголок у нас даже балкон есть почему это номера много плюсов но есть некоторые минусики сейчас быстренько вам все покажу в общем это входная зона дверь вот зеркало полный рост здесь есть вешалочки сушилка для белья полевую руку санузел полотенчики нам дали раковина зеркало фен есть значит душ туалет никаких принадлежностей для душа нету но нам это не нужно мы всегда берем все с собой даже если есть мы не пользуемся здесь небольшая кухонная зона идет значит микроволновка кастрюли сковородки тут талелочки чашечки раковинка чайник там мусорное ведро небольшой холодильничек кондиционер пульт от которого нет и не работает ночью здесь балкона понятного да два стула телевизор довольно просторно балкон но мы вернемся за балкон тысячу на самом деле балкон выглядит вот так и выходить туда немножечко страшно надо я вот здесь только справиться стоял прочее страшно на него выходить поэтому я побоялся красивый типа вот тут постоять нормально и шкаф шкаф с вешалочками там запасное одеяло подушка все есть в целом довольно просторно я буду собственный санузел собственная кухня как вы никакой балкон все кровать стилизер вроде как все есть но само по себе вы знаете стены да вот это обшарпанность ну то есть как бы это конечно бы можно было поделать то есть именно ну что это стоит покрасить потолок покрасить стены тут замызганное короче немного да то есть вроде как все необходимое для жизни в принципе есть но сама страничка стены до потолок остальное все нормально как бы чистое постельное белье шторы нормально ничего не прожили кровать кстати удобно хорошо спалось да подушечки мягкие в общем то все довольно таки неплохо единственно что я бы рекомендовал им конечно покрасить стены кстати на полу в этот плитка кто знает тот поймет и в общем на буднях этот номер стоит на 1200 дороже мы стали на выходные за 5000 в сутки на буднях я посмотрелся специально 3800 этот номер стоит можно было без балкона снять за 4000 на выходные мы выбрали с балкона вообще вы видите наш балкон вообще-то сеть на все номера у них поблизости рядом с площади восстания мы не раз уже у них останавливались в принципе всегда были более довольны даже обзоры есть да у нас некоторых апартаментов ну вот если бы вот не стены да наверное я бы даже 5 нас три обзоры постели постели собираемся выходить на это будет другое видео потому что обзор я вам обещала вставить еще в начале ролика как прошлого так что все смотрите дальше мы уже в общем сходили в душ переоделись немножечко отдохнули сейчас выдвинулись покушать также мы встретимся с нашим другом с лёхой если кто-то помнит наверное кто-то по-любому с прошлого нет а я думаю помню в общем встретимся с ним погуляем пообщаемся там наверно снимать ничего не будем дальше уже рванем на концерт так что погнали установлен кстати зашли в ту же структура были утром я сейчас взяла себе пюре с ёжиком 2-2 спагетти и баллонезы салатиком за сосиска в тесте 2 сок и все это вышло на 470 рублей пюре по 49 ёжик 110 спагетти 99 компоты точнее сок яблочный по 45 салаты витамины по 30 хлеб по 5 сосиска в тесте 55 рублей в тесте 5 а а в 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 Жарким огнём, ночью и днём Сердце сжигания, любви меня любви Мне не любит Плетит свободы, что меня понесёт Вместо слёз Дальше послепит Всё, в общем, идём уже на метро и едем на стадион Так, ребятушки, мы уже с вами в метро, сели на станции гостиная, двор Здесь зелёная ветка, нам она и нужна Мы доедем без пересадок, ехать на, по-моему, всего три станции Мы уже на концерте Мы едем, едем, едем Наша следующая Все на концерт Эта станция метро вообще работает только по выходным дням и во время всяких массовых мероприятий Примерно столько народу Далеко не все В общем, концерт проходит, как и большинство концертов здесь на Газпром-арене Станция метро «Зенит» работает только во время проведения всяких массовых мероприятий Я, пожалуй, стоять не буду Тогда концерт и матчи футбольные, только тогда она работает Там же на самом стадионе есть, да, товарищ? Конечно Справа, кстати, общественное пространство сделано А, да, кстати, но Лагшток, что ли, называется Для детей и для взрослых Круто Мы здесь были, получается, на футбольном матче один раз и на руки верхние Велейном концерте тоже здесь были два года назад Для третий раз посещаем Газпром-арену Не знаю, мне вот пока вообще не верится, когда мы в прошлый раз ехали Но это был мой первый концерт «Привет» Хотя у Киев уже было 25 лет, и я прям плакала Сейчас, не знаю, мне пока вот, я не понимаю пока, наверное, куда я иду Все, наверное, дальше, чтобы будет Пока так Предвкушение непонятно Мы прошли успешно, очень быстро, а не то, что в прошлый раз Да, нас проверили, но не так, как вышло В прошлый раз меня перекрутили все под волосами и за волосами и все Ну, меня только кепочку попросили снять, и то я даже не посмотрел, кстати Я тоже попросили в карман показать, а приятел карман, говорю, вот у меня тут вот-вот И такие, хорошо Ну, наш, по идее, вот там вход С-220 Там-танчик Красота До начала концерта еще полчаса Ну, нам надо в туалет Во-первых, хочу лицо помыть И руки Да, мне предлагали еще купить шарф или кепку Да, там такие расцветки были, что-то Ну, там кепки красные, желтые Красная, желтая, зеленая и виолетовая, причем такие Ну, шарфы не очень там Была бы такая белая, как у меня там просто черная Ну, посмотрим, может, что-то там есть интересное вообще Там тоже что-то должны продавать Да, в общем, мы в этом Нам осталось только прийти и сесть Мы купили попить Да, мы купили попить Бутылки туда нельзя, поэтому стаканы дают В общем, покупать в бутылки тебе дают сразу стаканы Мы сдали воду и все, как у кого-то Стакан без крышки Стояние, шарф, как у семена будет Смотри, может, и наркотят, а так вот это укус Люди, вон, это кончится И чем ближе к концерту, тем больше людей А ты посмотри туда, вон, смотри, вон, где-нибудь там Да, я не делаю, я изнутри туда посмотрела Офигеть Бесконечно Так что-то вообще написано, что видеокамеры нельзя А вот с большой меня, наверное, может быть, и не пропустили бы, кстати, камеры Бесконечности, не принял Так, все, в общем, друзья, мы пришли И тут нам тоже солнце светит На камере, конечно, далеко все это, но в живую прям очень хорошо видно все Все, где-нибудь Когда покупали места, рядом не было никого Так что брэк-данс уже не потанцуешь Пять минут уже Что-то задерживается Но я предполагаю, что организаторы видят, что еще не полный стадион, поэтому Люди находят, наверное, сюда очень много, просто люди идут сюда и идут сюда И сейчас что-то неправильно, что все из-за них будут встать Надо раньше приезжать Ну да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Но прежде чем я скажу вам последние главные слова, я хочу, чтобы произошел еще один экспрессив прямо сейчас на ваших глазах. Можете даже достать телефон и начать снимать, потому что это потом вы будете рассматривать, потому что сейчас будет кое-что очень-очень интересное. Внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА у меня вообще это я как уши это кого-то это плохо слушать где мы это показывал который а нет нормально друзья все мы вышли только закончится концерт меня заболел все горло ноги прям у ляжки колени и спина пока мы танцев ничего не болею это не говорит куда идти опять крестовский остров причем будет по крестовский остров а так друзья зенит может в одну сторону такой работа ну и все туда вот она тогда вот так же орал в тот раз по крестовский остров а смотря все пошли теперь в этот не на крестовский остров она в общем кубе и сочи дальше очень красиво светится газпром арена пахта центр флаг шток на эпоха во время концерта не валяло ничего только закончил столько вышли не заболела все у нас через час закрывается метро есть все эти люди успеют уехать хотя бы большая часть на просто если как прошлый раз поедем это будет жестко у меня не так много ну что сколько идет пока он придет ну да шарик если я тоже хотела только шарик по метро чтобы ехать дверь-то откройте по метро пустой но ненадолго так все время 12 ночи мы на своей станции на маяковской тут нужно было еще перейти на другую витку и там выйти ближе к дому но у нас пришли програться в пол тут немножечко нам совсем летим буквально поедем в шпику на дворцу и куда мы отдали да в этот раз ехали комфортно не как строты да в тот раз я не снимал но там была жесть так не договорил мы на неском проспекте лучше немножко несколько проспекта ночного даже я сказал в общем все мы идем гремим костями в этом году у них будет юбилейный концерт 30 лет будет так что мы снова но они нюансы не анонсировали но нет конечно на львом наверно да 25 было 20 30 конечно правда 25 было с названием в два года ну и за коронавируса который концерт должен был быть в двадцатом его все таки провели только в 22 да поэтому сейчас такой небольшой совершенно перерыв но я не скажу что этот концерт был хуже чем юбилейный абсолютно на том который был юбилейный и вот сегодня и вообще абсолютно ничем не пуст ну и там вывеска руки вверх по видео было понятно что там был еще диджей групп потом был еще Ваня Дмитренко и как его? я забыл налой как-то короче и еще один и еще кто-то да молодец который переписал переписал песню и так довольно таки и плохо просто непривычно но не привыкли больше в другую вверх блин как кайфово сейчас идти прохватно так песня просто а завтра опять жарится обещаешь? да жарится завтра у нас выселение поэтому будем с рюкзаком ходить ну что друзья на этом наш день подошел к концу и соответственно мы будем заканчивать этот ролик ролик, я думаю, был довольно атмосферный и насыщенный, по крайней мере по эмоциям, которые мы испытываем. Я не знаю, это что-то нереально крутое. Это просто не передать словами, да? Это что-то... Просто первые ноты, когда и вот эти мурашки побежали, вообще... В общем, класс! Желаю всем, кто никогда не был на концерте, побывать на концерте. Потому что, когда мы ехали туда, я слышала много разговоров в метро, что люди говорят, блин, я первый раз на концерт, я первый раз на концерт. Я вспоминаю свои эмоции с первого раза, вообще, когда я рыдала просто. Это, короче, нереально. В общем, я надеюсь, что вам всем понравился Ставьте ему лайк, напишите комментарий. И если не подписаны на наш Телеграм, обязательно подписывайтесь. Сюда мы скидываем немножечко эксклюзивчика. И все. До новых встреч. Пока-пока.